Чемпионат Советского Союза по борьбе с самбо. Минск, 1958 год. На ковер вызываются борцы наилегчайшей весовой категории. Москвич Вадим Избеков и Лаврентий Кацешвили, чемпион СССР 1955 года. Встреча проходит очень напряженно. Оба спортсмена умело применяют разнообразные приемы нападения и защиты. Более активен Избеков. Ему удается удачно провести свой коронный прием и Кацешвили повергнут. Эта победа открывает Вадиму Избекову путь к званию чемпиона Советского Союза по самбо. Вадим Избеков. Один из ярких представителей известной в республике фамилии. Выпускник ведущего вуза страны Московского энергетического института. Первый чемпион Советского Союза по самбо из Якутии, постигавший азы этого вида единоборства у самого основателя самобороны без оружия Анатолия Харлампева. К сожалению, сегодня имя Вадима Избекова забыто. И мало кто о нем знает на родине, в Якутии. Так было суждено, что мы встретились с Вадимом Избековым в день его рождения, 1 декабря. Ему исполнилось 85 лет. Поздравления Вадим Дмитриевич принимал в своем доме в подмосковной Коломне. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Алло? ЗВОНОК В ДВЕРЬ Слушаю. ЗВОНОК В ДВЕРЬ С ДВЕРЬ С ДВЕРЬ С ДВЕРЬ Ой, Лена, спасибо большое. Как ты запомнила? А вы запомнила, как вы сказали, а вы приезжаете с Наташей, помните, вберите или назад к вам? Да-да, да. А вы как-то так вам приезжаете с Наташей, помните? Слава Богу, слава Богу, живой. Отец Вадима Дмитрий Дмитриевич Избеков был незаурядной личностью. До войны он работал преподавателем Якутского педагогического училища. Он родился в 1906 году, как говорится, в средней якутской семье в Мегано-Кангаласском районе. С чем-то он выделялся из своих родственников, или любознательностью, или еще чем-то. Но его определили в педучилище он кончил, и все потом дальше пошел. И в конце концов он защитился, работал педагогом в педоинституте в Якутске. В августе 1942 года Дмитрий Избеков был призван на фронт, командовал взводом, был награжден орденом и медалями. В 1945-м получил тяжелое ранение под Кенисбергом, перенес пять операций. Да, он был офицером и лейтенантом, и старшим лейтенантом был. А в целом он по роду своего характера, ему не нравилось командовать, и поэтому он в принципе-то войну очень не любил. У него были медали, я не помню имя, какие, но я помню, что у него был орден Красного Знамени даже. Но он считается какой-то уже такой, в хорошей степени. А кроме Красного Знамени, там у него были медали, я просто не помню. Вот этот орден Красного Знамени самый большой. Он не любил его и одевать. Мать Вадима Дмитриевича, Августа Алексеевна Зверева, уроженка Костромской области, познакомилась с отцом Вадима в Ленинграде. Они вместе учились в Ленинградском институте имени Герцена, оба кандидаты исторических наук. Родной брат отца Иоаким Дмитриевич, известный как Устах Избеков, один из первых профессиональных артистов республики. Он постановщик народных танцев, вошедших в Золотой фонд якутской культуры, непровзойденный знаток фольклора, писатель, драматург, живописец. Еще один представитель этого рода, Иннокентий Георгиевич Избеков, был известен в республике как художник-анималист. Во время войны работал председателем правления Союза художников Якутии. Родной брат Вадима, Эдгар Дмитриевич Избеков, пошел по стопам родителей в науку. Он был доктором геолога минералогических наук, заслуженным геологом республики. Второй брат Виктор, младший Вадима Дмитриевича на 10 лет, проживает в Новосибирске. Детство Вадима было таким же, как у тысяч якутских мальчишек, которым довелось родиться в тяжелые военные годы. Закончив школу номер 8 города Якутска, в 1955 году он поступил в ведущий вуз Советского Союза. Я был инженер-энергетик, потому что назывался энергетический, и на энергетическом факультете я и учил. Многопрофильное высшее заведение очень, с хорошим набором преподавателей. И у меня лично такое впечатление, что я какую-то школу, высшую школу, получил такой, как бы, заряд. И этот заряд, который я там получил, мне очень пригодился. В секцию самбо Вадим Избеков попал по воле случая. Этот вид единоборства в то время в Советском Союзе не был широко известен, только начинал набирать популярность. Юноша стал постигать азы самбо, обучаясь на первом курсе Московского энергетического института. Там, на втором этаже, была секция самбо. И когда нас стали записывать, я записался, а потом стал спрашивать, что это за секция. Мне говорят, самбо. Я спрашиваю, а что такое самбо? Записали, а куда, непонятно. И что такое самбо, я узнал после того, когда он стал тренироваться, и понял, что это отдельный вид борьбы. Потому что это были начала 50-х годов. Самбо только становилось, ну, в смысле, как дисциплина. Потому что у нас многие секции возникли в 40-х годах, большинство 50-х. Вот в 50-х годах секция самбо, как бы, была пение одной из пионеров. А что такое самбо? Все обычно спрашивают, что такое самбо? Самозащита без оружия, но так коротко. Большую роль в становлении Вадима Избекова, как самбиста, сыграл основатель самбо Анатолий Харлампьев. Он увлек молодого якутянина этим новым видом спорта. Заслуженный мастер спорта Анатолий Аркадьевич Харлампьев, энтузиаст и пропагандист самбо. Он обучает приемам этой борьбы студентов Московского энергетического института. Я считаю, роль в этом большую сыграл сам Анатолий Аркадьевич, потому что он, какими только не занимался видами, и вот ему самозащита без оружия понравилась настолько, что он как бы ее отделил, обозвал, охарактеризовал, стал разворачивать ее. И получился отдельная дисциплина и отдельный вид спорта. В этой сборной уже находился под эгидой Анатолия Аркадьевича Харлампьева. А Харлампьев, это, в принципе-то, как вам сказать, это история советского спорта туда подходит. Чем только он не интересовался. И когда он начинал вести урок, знаете, это был как театр. То есть он был богат в той культуре, которую он из русского спорта взял. Он многих знал и со многими был и знаменитостями знаком. И, конечно, он добавлял свой, как сказать, какой-то внутренний талант. И его было очень интересно слушать. До приезда в Москву Вадим не занимался единоборством, в том числе и национальными. Но общефизическую подготовку в школе получил основательную. Хабсага ни разу не боролся, не занимался, потому что я слыхал, что она есть. Я видел, как они борются. Но нравилось смотреть на нее. На гимнастике, акробатике. В парных я поработал, помнил вот это. И когда объявились, что вот кто не попал вот в эти, в эти, будет заниматься вот этим. А что такое там? Там оказалось самбо. Я там, а там я остался. В парной акробатике, там нужно взаимопонимание, взаимочувствование. Там я верхний, он нижний. Или наоборот. Если мы начинали что-то делать, если мы плохо друг друга чувствовали, у нас ни одной фигуры не получалось. За полгода тренировок Вадим так быстро прогрессировал, что попал в группу самого основателя вида единоборств. Вот мой тренер Харлампия. Это редкий человек, который, как сказать, который один из выдающихся тренеров СССР. Во всяком случае, когда он начинал говорить, мы все замолкали и открывали уши. Во всяком случае, он был настолько мудрый, что пропустить его речи нельзя было. Я попал в группу, которую он тренировал. То есть я быстро туда как-то попался. Не знаю, почему он, может, меня его выделил. И вот охарактеризовать его как личность, это очень сложно. Он был очень непростой человек. Он хорошо говорил. Он увлекал. Он сам увлекался. И когда я попал в эту секцию, самое интересное, что все равно спортом, тем более самбо, это через него. Он это через себя когда пропускал. То есть он уже знал, о чем уговорить. Спортивное мастерство Вадима повышалось с первыми соревнованиями. И вскоре якутянин попал в сборную института. Как только начали тренироваться, у нас каждый год, каждый месяц были открытыми ковры. Это вот на них надо было выступать. Там не спрашивают, хочешь, не хочешь. Взвесуют тебя, твой вес нашли и пошли бороться. Поэтому я не помню свои первые схватки, но я помню, что когда ты идешь бороться, требуется настрой. Как это у меня получалось, не знаю. Но, в общем, когда я начинал заниматься, меня сразу выделили. Я попал в сборную. У меня был маленький вес. А в то время, в 50-х годах, студентов с маленьким весом было мало. Я где-то 55 весил или 52. Вот так. Потом я подрос. У меня потом 58 стало, 59. Я стал там 56 гонять. Во всяком случае, я в легковес, в малые весы сразу выделился. И сразу, почти с первого года, выступал в сборную. Я почти у всех выигрывал. Начинали, а там не смотрели. Ну, разница там 2-3 килограмма. Вот. То ли я ловкостью выходил, то ли еще чего-то. И меня после первого курса сразу взяли в сборную. А в сборной там уже, там уже и тренировки там каждый день. Раз. Второе, что я в этой сборной уже находился под эгидой Анатолия Аркадьевича Харлампева. В первые три года учебы Вадим упорно тренировался. Обучаясь на четвертом курсе, он дошел до уровня мастера спорта СССР и получил право на участие в чемпионате страны. Я к концу первого курса выбился в первые номера легковерных, маленьких весов. Меня сразу взяли в сборную. Взяли в сборную, я занимался у самого Харлампева. И вот, как сказать, та мудрость, которую он накопил уже за свое время, он уже не простой был тренер, а он нас как бы готовил вперед. То есть, это редкий человек, который нам давал правила поведения в настоящем бою, в схватке. И поскольку он это умел рассказывать, как никто, он был талантливый в изложениях, и когда он начал рассказывать, вот я не могу ни одной беседы, которую мы просто уши открывали все, чтобы что-то это самое... Он столько говорил на мудрости, чтобы мы взяли 2-3 процента, это уже было хорошо. Потому что он говорил об очень... Очень скрытой тактики одного из сложных видов, борьба очень сложный вид. Это психологические схватки, которым надо было готовиться. И вот эти психологические схватки, их понятия, я приобрел уже только во второй год. В первый год, ну, кого тебе назвали, с теми борись. А когда поборолся, смотришь, ё-моё, вот я тут, ну, должен сделать подсечку, а не сделаю. Это я уже потом. В апреле 1958 года в Минске на чемпионате СССР собрались сильнейшие борцы страны. К первенству перворазрядник Вадим Испеков хорошо подготовился. Нормально согнал вес, подкачался. Я же в 54-м поступил, в 55-й, в 56-й я уже имел разряд, и на Союз попал где-то в 58-й, примерно так, через 3-4 года. То есть я уже к этому моменту был чуть ли не мастером спорта. То есть если я выходил как новичок, ну, просто припечатывали, и всё. Там надо было бороться, как сказать, на высшем уровне. Там собирались сильнейшие. И вот когда я там одну-две схватки проводил, у меня уже возникало впечатление, какой уровень. Уровень был очень высокий. И, конечно, там нужно было выкладываться. И вот каждый, поскольку каждый борец, когда они встречаются другим борцом, он всё стремится делать. Каким-то образом его преодолеть. Преодолевали к тем пути. И вот каждый из этих борцов, чаще всего, он укладывал самое интересное и самое неожиданное. Потому что если я не ожидаю вот этого, я просто играю. После первого года, концу, второго, меня взяли в сборную. Маленький вес. В полуфинале, в весе до 56 килограммов, 22-летний студент Московского энергетического института встретился с Лаврентием Кациашвили, чемпионом СССР 1955 года. В середине схватки Вадиму удалось перехитрить опытного мастера. Он сделал вид, что готовит бросок через бедро и, падая ногами, как ножницами, подрезал соперника. Есть 4 балла. Эмоциональный грузин тут же бросился отыгрываться и попался на коронный прием Вадима. Бросок через себя. Это была первая большая победа. Финальная встреча с москвичем Геннадием Шашковым прошла на удивление скоротечно. Уже на пятой секунде соперник попался на болевой прием и сдался. Так Вадим Избеков стал чемпионом СССР по самбо на легчайшей весовой категории. И знаю, мне говорили, что я очень резкий и я среди резких приемов делал подсичку. Подсичка боковая, причем подсичка, вот человек идет вот так, да, вот так. Вот он в переднюю ногу, я здесь и успевал, я подтекал и тут же клал его чисто. То есть я как только брал захват, я ждал его шага. Он делал саг, а потом он лежал чисто. То есть у меня боялись вот эти подсички, я ловил настолько, что силе не требуется, подготовки не требуется. Как только взял захват, чувствуешь, что он начинает саг. Начинает саг, он будет. Он не успел наступить, я ногу увел и положил его вместо ноги, его спину. То есть чистые победы у меня были очень первое время. Меня боялись за это. Золотая медаль чемпиона Советского Союза хранится в музее спорта «Села Майя». А дипломы и грамоты в столичном музее имени Ярославского. На родине мало кто узнал об успехе молодого спортсмена. Но зато в 1959 году журнал «Огонек» уделил нашему герою целую полосу. Вадим Избеков – чемпион страны. Вадим Дмитриевич, наверное, первый якутянин, удостоившийся такой чести. Я помню, пришел журналист, со мной поговорил, написал эту статью. Ее напечатали и сфотографировали Харлампева и меня. В победе на чемпионате страны Вадима Избекова немалую роль сыграла помощь земляка. Будущий великий тренер Дмитрий Петрович Коркин в то время студент Ленинградского вуза своими ценными советами помог Вадиму Избекову одержать несколько важных побед. По-моему, мы в Якутске уже познакомились, потому что он уже был известен тогда. И потом, он был большой умницей. Когда он рассказывал, он, конечно, никогда не говорил от имени своего, он вообще, как сказать, он просто делился. И в этом смысле я ему благодарен тем, что тот опыт, который, он же боролся, один из первых, от Якутии за створную, у него был уже какой-то опыт, а у меня еще ничего не было. Вот этим опытом, который он мне поделился, мне очень пригодился. Потому что, когда начинаешь бороться с незнакомым, вот. Я обычно узнавал, какой команды, ага, из-за такой команды. А у нас Коркин был, еще там кто-то из наших. Я к ним сразу кидался, говорю, а он кто такой? Они-то больше меня знали, они раньше-то знали. Они мне рассказывали. Вот когда я получал информацию еще от них, вот тогда можно было бороться. Секрет побед Вадима Избекова был прост. Он заранее собирал информацию о возможных соперниках, об их сильных и слабых сторонах. Информацию о противнике, захват стойка, что он делает, это первое, что нужно знать. И вот я первые схватки, когда уже стал присматриваться, мне это очень здорово помогало. У меня реакция была очень хорошая. То есть, когда у меня появился уже опыт такой, вот. И те, кто меня не знали, я их в первую минуту уже начистую взял. То есть, они меня не видели, а я-то их видел. Поэтому я, когда выходил на схватки, я смотрел свой вес, записывал. Смотрел опять другого, свой вес опять записывал. И когда я выходил с любым борцом, это у меня такая привычка. Я его знал, а он мне идет. Выпускник ведущего вуза страны и новоиспеченный чемпион СССР по самбо Вадим Избеков в 1960 году вернулся в родную Якутию с дипломом выпускника ведущего вуза страны. Не найдя работу по специальности и проработав всего год в Академии наук, Вадим Избеков уехал в другой город. При этом за эти 12 месяцев он успел поработать в Якутском университете тренером по самбо. Опять же, на общественных началах. Зимой даже умудрился провести товарищескую встречу между самбистами Якутска и Магадана, которую выиграли якутяне. Я оказался в Якутске, стал искать работу. В Якутске работы не было. А в самый большой город, где энергетики, это Яркутск, я туда поехал сразу, нашел там работу. Вадима Избекова по праву называют родоначальником самбо в Иркутской области. С одним из своих коллег Виктором Черноусовым он открыл в Иркутске секцию по борьбе, организовал первое первенство и чемпионат области по самбо. Ну, я работал в Иркутске с 60-го года. И, конечно, там создал секцию самбо. После меня пошли мои ученики. Я считаю, что вот благодаря ученикам, ученикам своим, в Иркутске появилась борьба самбо. В Иркутске мне нравилось, там сразу можно было тренировать, я там тренировал. И большинство самбистов, которые там выросли, это мои ученики. Нет, я обычно работал по часу и ком. Обычно так, все, кто нас что-то вел, работали по часу и ком. Я тоже по часу и ком работал. А где? В Динамо в основе. Тренером по самбо в Иркутске Вадим Избеков проработал 40 лет. Из них половину возглавлял Федерацию самбо Иркутской области. И все это безвозмездно на общественных началах. Я просто поздравлял, как бы, не знаю, у меня была такая тяга, что ли, собрать людей, рассказать им, что такое самбо, что он, я считаю, нужен, и как бы подключить их к работе. То есть я пытался, чтобы мы, как энергетики, работали все вместе. То есть, если мы хорошо друг с другом знакомы, у нас, в принципе, это все получалось. Ну, конечно, если нужно было, вот когда мне кто-то из ребят, допустим, Братская или другого, просили там провести какие-то занятия или, ну, курс по самбо, пожалуйста, я приезжал и проводил это дело. Сколько я не работал, я помню, народу всегда было много. Вот я даже мог выбирать. Вот, но самое интересное, что вести занятия по самбо, это, в принципе-то, надо знать самбо, историю ее, и еще знать, как работать с новичками. Вот это мы маленько научимся. Потому что им мало показать прием. Их надо было вести в борьбу. И потом я был заинтересован, чтобы в Иркутске, кроме меня, были еще другие тренера. К счастью, они были. Вот я как раз с ними и стал, начинал это контактировать. Они своих выставляли, я своих. И когда эти борцы начинали бороться, это начинали, появлялись настоящие самбисты. В Иркутске Вадим Избеков начал тренировать детей, из которых впоследствии выросли тренеры. Так, благодаря уроженцу Якутии, в Иркутской области началось культивирование самбо. Ну, я подростков обычно тренировал. Просто все секции начинаются с подростков. Вот когда я их набирал, ну, это чем хорошо? Они были всегда. Половина, вот, половина обычно у меня где-то оставалась. Вот, и уже мне помогали. Это получилось так, что половина тренеров, которые там были, это были мои ученики. То есть, грубо говоря, вот с его начала самбо начало не из Иркутска, там другие города и так далее. Потому что борцы начинают расти, когда они встречаются с другими борцами. Вот эти встречи, которые мы устраивали с разных городов, это появлялись новые борцы, новые самбисты. Самбо, знаете, как военизированный вид, он был во всех городах. И так его любой динамовский коллектив сразу начинал культивировать. А другие там, другие эти самые виды, реже принимались. Самбо в первую очередь и динамов был. То есть, там и поездки были, и, значит, выступать. Потому что наши, как говорится, самбисты, они всегда в динамов пользовались большим мастеритетом. Благодаря кропотливой работе Вадима Избекова при Ангарии, сегодня плодотворно работает областная спортивная школа по самбо. Детей к этому виду спорта приобщают 31 тренер в 9 городах и 2 поселках Иркутской области. И в этом огромная заслуга якутянина Вадима Избекова. У нас в Иркутске, в всяком случае, не знаю, мне так казалось, что у нас всегда был хороший коллектив именно тренировок. Мы друг с другом контактировали, мы с другом договаривались. И вот благодаря вот таким встречам, мы, допустим, с братском договаривались, с другими коллективами, ангарский там народ всегда был. И поэтому это коллективное самбо, оно росло за счет того, что мы сами росли. Ну, воспитывание тебя из своих, мало кого помню, я помню, что самым первым чемпионом мира стал Гореев, фамилия Гореев. Это татарин из Ангарска, просто талантливый парень. Он сразу выступил на зоне, потом еще где-то, и, в общем, он быстро выполнен мастера спорта. Он, как сказать, сам был готов к этому. Я не помню его тренера, я помню, что он выступал, уже хорошо показывал себя. Ну, заслуженный тренер, вот сейчас мой ученик, Юра Зуравлев, я его тренировал в «Динамо», потом я ушел, а он вместо меня там тренировал, и он теперь уже тренирует, у него, по-моему, даже чемпионы мира есть. Он стал тренировать, и у него хорошие ребята появились. Но он один из первых тех, кто, как сказать, взялся вот так за тренерство, и у него это получилось. Нет, не помню, если бы у меня были бы заслуженные, может быть, мне и дали, но я как-то не интересовался и даже не спрашивал. Я просто радовался, потому что не было тренеров, появился тренер, значит, будут ученики. А будут ученики, значит, будет самба расти. То есть мне нравилось тренировать. Самое простое – это не ждать победы, а просто с ними работать. В 1977 году в Иркутске у Вадима Избекова борьбой с самбо начал заниматься якутянин, курсант школы милиции Михаил Сосин. Знакомство двух земляков произошло во время областных соревнований. И во время этого соревнования ко мне подошел мужчина в очках маленького роста, ну, чуть выше меня, может быть, да, и представился Избеков Вадим. Я говорю, якут, мне инкангаласки, откуда, как и что, дурабо. Я начал с ним разговаривать по-якутски вроде, а он говорит, нет, я не понимаю, мне инкангаласки. Юритер говорит, ага. Вадим Дмитриевич научил своего нового воспитанника не только спортивным приемом. Он постарался заложить основу духовного развития. Для любого спортсмена это играет немаловажную роль. Он был мастер с большой буквы, скажем, ну, не зря же он занял, стал чемпионом Советского Союза в 58-м году. Об этом я узнал чуть позже, он сам об этом не говорил, был слишком скромный. Ну, он вообще по жизни такой скромный человек, да. Ну, и, естественно, и все Динамо, и те, кто занимался, естественно, уважали его как человека, как профессионала, да. Он не только вот занимался борьбой, нас учил приемом различным, да, но и он был человеком очень интересным, который интересовался и восточной, и вот этой медициной, цюзоком, да, и давал нам основы массажа всякого разного, и аутотренингом занимался. Ну, он был вот такой человек, ну, который не только вот основы какие-то давал, да, а пытался через и духовное преподать нам вот это все. Он говорил, что обязательно это борьба, это не только вот чисто физическое выполнение упражнений, ты должен сознавать это все через голову. Из Иркутской области вышли шесть заслуженных тренеров России, один заслуженный тренер СССР, один заслуженный мастер спорта, 21 мастер спорта международного класса, более 400 мастеров спорта по борьбе с самбо. А основу всему этому заложил Вадим Дмитриевич. Ну, в Иркутске он, не скажу, не совру, если скажу, что он был номер один там, да, в то время в Иркутске, естественно, вид борьбы только самбо развивался, а вольная борьба там, классика, не так будет, ну, и бокс развивался. Ну, естественно, его ребята были мастера, там, участвовали во всевозможных соревнованиях, там, да, и уезжали, и занимали места, естественно, и это давало плоды, естественно, и, конечно, его за это убожали, естественно. И после него в Иркутске сейчас, наверное, остались его ребята, которые вот продолжают его делать, да, тренера. Журавлев, там, Нитесов был, Елизаров, Слободкин, может быть, кто-то, да, еще. Ну, а кто приезжий, они уехали, наверное, да. А так он, тренер был очень хороший, с большой буквы тренер. Михаил Сосин уверен, что имя такого незаурядного человека должно быть прославлено и на родине, у нас, в республике. Министерству спорта республики необходимо ввести работу в этом направлении. Был интерес со стороны спорткомитета Якутии, да, и вот один из приезда в отпуск с Иркутска, я привез его медаль чемпиона Советского Союза и передал Василию Никитичу Майинский музей. Там, скорее всего, он и хранится, наверное, да. И потом была мысль его пригласить на дети Азии, тоже как-то она не притворила жизнь, да. Ну, мы тоже как-то сами тоже со своей стороны тоже не настояли на этом, как-то не способствовали, может быть, да. Ну, родня его поддерживает связь с ним. Ну, не знаю, ну, такие имена не должны забываться, естественно. Он все-таки с Иркутска один-единственный был, который завоевал в те далекие времена, в 58-м году, звание Советского Союза одним из первых Иркутска. Он в то время боролся, как и Коркин, участвовали в одних и тех же соревнованиях. Возможно, если бы он был тут, приехал и прижился, возможно, тоже стал бы таким же человеком, как и Коркин. В 2018 году борьба с самбо получила временное признание Международного Олимпийского комитета. По мнению Вадима Избекова, реальный шанс включения в Олимпийскую семью был упущен в 1980 году. И тогда, и сегодня это сложный политический вопрос. Международная остановка, которую нельзя прогнозировать, поэтому сказать какое-то «за» или «против» нельзя. Эта международная остановка, она имеет какие-то корни, которые мы не можем комментировать. Могу сказать, что Брезнев как-то относится к спорту по-другому. Он не спортсмен, а когда не спортсмен говорить о спорте, это не авторитетно. Как он может говорить о спорте, если он сам не спортсмен? Я еще могу сказать, что я все-таки и занимался этим диномспортом. Сколько любителей хоккея на траве, сколько любителей по самбо. Конечно, на траве больше, потому что хоккей на траве во всех теплых странах он есть. А у нас его нет. Нет, мне бы хотелось. Я единственное, что могу сказать. Мне бы хотелось, что самбо олимпийских спортов... Но это на мою точку зрения, потому что кроме самбо десятки видов и десятки поползновений многих стран и довольно таких, как сказать, крупных, действующих, и которых козырей больше, чем в России. Несмотря на прожитые годы вдали от родины, Вадим Дмитриевич не забывает свои корни. С ностальгией вспоминает свое детство и считает себя якутянином. Я думаю, что прежде всего надо провести турнир. Юношеский, молодежный турнир, чтобы знали таких героев. Это раз. Во-вторых, я думаю, что самое главное, мы сейчас 95-летие спорта Якутии, спортивного движения Якутии, будем делать книгу там, или будет память такая о великих самбистах Якутии, да, там будем сказать. Поэтому я думаю, что мы обязательно внесем это имя в летопись «История самбо». Ну, я думаю, вот в этом ключе, я думаю, будем больше рассказывать. Ребята, чтобы знали, и желательно боевую фотографию. И я думаю, что мы сделаем все возможное, чтобы действительно человек был, чтобы его вспомнили, чтобы о нем знали, чтобы был такой человек, который действительно был чемпионом Советского Союза. Это очень хороший титул. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова